Песня о настоящем человеке. Кудри ветром буйны, взъерошены, Обнимать её землю русскую Всей душой своей заполошною. Выйти в оболе, скинуть скуфию Кудри ветром буйны, взъерошены. Обнимать её землю русскую Всей душой своей заполошною. Рисовать ее на белых стенах Беззащитную, одинокую Даром, что чернец, даром, что монах Всей душой любить светлоокую Возноситься у истоей голубей Все, что есть, отдать, не жалея чувств Да в любви своей признаваться ей Росписью икон, да обетом уст Возноситься у истоей голубей Все, что есть, отдать, не жалея чувств Да в любви своей признаваться ей Росписью икон, да обетом уст Сквозь икон признание то пронесть Кистью чуткою, не дрожа в руке Ведь без толмача всем понятно несть На каком признание языке И до сей поры знает русский люд Что из глубины минувших веков Троица честной от всех зол и пут Молится за Русь, инок, сын Рублев И до сей поры знает русский люд Что из глубины минувших веков Троица честной от всех зол и пут Русь хранит монах, инок, сын Рублев 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 Песня либо одна, либо другая. Одна на стихи Высоцкого, другая требует небольшой предыстории. Она моя, ну, Дима, ты её знаешь. Эта песня называется «Шаг». Друзья, все мы читали, конечно, ну, если не читали, то, по крайней мере, знаем Библию. Вот я однажды услышала такую версию интересную, перевод Сергея Сергеевича Аверинцева о том самом эпизоде, когда Моисей простёр руку над морем, и море раступилось, да, подул восточный ветер, и воды раступились. Так вот, Аверинцев, когда читал свои лекции, это были очень интересные лекции, он переходил с языка на язык, сложно было за этим следить. Он знал арабский, знал иврит, знал немецкий, знал латынь, и когда он кого-то цитировал, он цитировал на этом языке. Ну, то есть у слушателей был такой небольшой культурный шок. И, в частности, поскольку он читал Ветхий Завет в оригинале, он говорил такую интересную вещь, что перевод, а иврит – очень сложный язык, он образован, ну, в частности, там, например, написано, что вы должны читать псалмы так, как будто у вас, вы во рту перекатываете медовые шарики, вот так вот. Псалом, конечно, так не переводится, но должна быть вот такая сладость во рту. И в данном случае перевод со слов Аверинцева был таков, что море раступилось только тогда, когда первая сандалия утонула в прибрежном иле. То есть получается, что сначала Моисей сделал шаг. Он поверил настолько, что море раступится, что он сделал шаг, и только после этого море раступилось. Ну, конечно, это был просто вот взрыв, взрыв мозга. У меня, в частности, ну, то есть я очень удивилась и написала об этом, естественно, песню, потому что это нельзя было так упустить без внимания. В мире злом, мире грешном, где царствует страх, Есть закон, запечатанный в Торе, Лишь увязнет сандалия в иле прибрежном, И тут же раступится море. Лишь увязнет сандалия в иле прибрежном, И тут же раступится море. Помнишь, древний народ убегал от врагов, Повинуясь велению Бога. Когда вдруг у бездонных крутых берегов Море людям открыло дорогу. Когда вдруг у бездонных крутых берегов Море людям открыло дорогу. Сколько лет с этих пор все бредем в темноте, Все ища в мироздании подсказку, То ли воды и морей стали нынче не те, То ли это была только сказка. То ли воды и морей стали нынче не те, То ли это была только сказка. Нищий брат ответа у магов мятежных, С надоками в бессмысленном споре. Знаю, вязнет сандалия в иле прибрежном, И тут же раступится море. Знаю, вязнет сандалия в иле прибрежном, И тут же раступится море. Обретя свою веру сквозь время и мрак, Сохраняй браты в счастье и в горе. Даже если ее хватит только на шаг, То любое раступится море. Даже если ее хватит только на шаг, Знай, вязнет сандалия в иле прибрежном, И тут же раступится море. Даже если ее хватит только на шаг, То любое раступится море. Большое спасибо, друзья!